Для начала я коротко хочу рассказать, что же скрывается за словами оборонной и мобилизационной работы, чтобы мы, как говорится, вели разговор в одном поле. Оборонная работа занимается вопросами приписки молодежи, организацией приписки молодежи к военным комиссариатам. Ну, я беру уровень областной государственной администрации. Организация приписки молодежи. Призыв на срочную военную службу – это организация и проведение призыва во всех органах власти. Призыв организуют и вместе с военными комиссариатами проводят органы власти. Это районы государственной администрации, это советы городов областного значения у нас, их семь, как вы знаете. Ну, а в Харькове проводят администрации районов этот вопрос. Очень важный и ответственный вопрос, которым мы занимаемся. Далее, это мобилизация, организация проведения мобилизации вместе, опять-таки, с военными комиссариатами. В данном случае это частичная мобилизация в соответствии с указом президента Украины. Оборонная работа, кроме того, занимается вопросами военно-патриотического воспитания молодежи и населения Украины. Занимается оказанием шефской помощи воинским частям, которые дислоцируются у нас в Харьковской области в рамках указа президента, соответствующего 2010 года, о шефстве над вооруженными силами Украины. Мобилизационная работа. Мобилизационной работой мы занимаемся в рамках закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Работа эта направлена на организации работы экономики области, жизнеобеспечения населения в условиях военного времени. Вот планируется все это заранее в соответствии с законом и этими вопросами мы занимаемся. Вот, собственно, если коротко, все направление нашей деятельности. Должен добавить, что целый ряд мероприятий, которые мы проводим, которые мы занимаемся, связан с государственной тайной. Поэтому я заранее приношу свои извинения, если не на все ваши вопросы, я смогу ответить. Хорошо. Сергей Михайлович Стороженко, советник, председатель Ахарьковской области на государственной администрации. Если можно, на какие вопросы вы можете сегодня ответить? И что касается военной тайны, и может быть, какие-то табу наложил тот закон, который приняли Верховные Рады по поводу военного времени? Я готов ответить на любые вопросы, связанные с темой конференции и встречей с вами. Объем, единственное, что хотел бы подчеркнуть, ответов, зависит от сведений, составляющих государственную тайну. Поэтому мы предельно будем открыты, предельно откровенны, кроме того, что нам запрещено разглашать, если это сведения входят в перечень сведений, не подлежащих разглашению. Хорошо. В процессе задавания вопросов вы определите, как это вопрос может быть? Конечно. Мы готовы. Валерий Иванович готовый. Я готов. Добрый день. Давайте, давайте, тоди мы начнем с подбития фиксов, результат пятой мобилизации, уже у пятницы, шестая, которая началась, как мы помним, у пятницы мы должны отдать порты за четвертую, набирать пятую. С какими результатами мы пришли? Что было, а что не было? Значит, что касается итогов пятой волны мобилизации, я должен сказать, что здесь нужно подходить, ну как можно сказать, дифференцированно. У нас есть районы администрации, то есть это органы власти, которые входят в президентскую вертикаль, есть органы местного самоправления, избранные людьми, избирателями, которые, соответственно, руководят громадами. Значит, итоги не только этой волны, но и предыдущих показывают, что там, где есть вертикаль власти, там вопросы мобилизации решать намного проще. И там они решаются гораздо успешнее. Так вот, районы администрации практически, вот все волны мобилизации, которые были до того, выполнили на 100, даже и более процентов. Ну, это, может быть, чуть-чуть не дотянули, но, тем не менее, результаты очень хорошие. Целый ряд районов у нас более половины, которые выполнили на 100 процентов. Более половины. Ну и остальные там, ну, где-то 80-90. Что касается городов областного подчинения, здесь тоже есть положительные результаты. Стабильно у нас выполняют полный объем и план Первомайский, Лозовая и другие города. Да, к сожалению, в этот раз у Пятой волны гораздо хуже были результаты у города Купенска и у города Изюма. Вот, которые, к сожалению, может быть, где-то наполовину выполнили свое плановое задание. Ну и, к сожалению, хуже всего дело обстоит в городе Харькове, где мобилизационное задание было выполнено, ну, даже, скажем так, до четверти не дотянули. Вот, поэтому, вот, вот такие итоги. Цифры, да, конечно, цифры, то, что нам определили плановое задание по Пятой волне мобилизации, ну, где-то примерно за, наверное, месяц до окончания была существенно эта цифра увеличена. Вот, и, да, так мы знаем о том, что то, что мы не выполнили в эту, нам все это включит план шестой волны мобилизации, который начал с 19 июня. Можете конкретнейшие цифры назвать? Яки? Месту, скільки... Яки? Яки цифры? Ну, мы не оценивались, наскільки вы комментилили. Абсолютные цифры или в процентном соотношении? Процентном. Ведсотковые, будь ласка. Значит, за область в целом мы выполнили... По месту спрашиваю. А по городу Харькова, я же, в общем-то, уже сказал вам, до 25% город Харьков не дотянул. Там 23 с десятыми. По области практически 90%. А я пишу взятые выходы от района, то и... Это районы, 90%. Давай скажем так. Анализ ситуации, связанной с выполнением указа президента про частковую мобилизацию, свідчить про те, что там, где есть вертикаль виконавчей влады, указ президента виконан. Є районы, где виконали больше на 100%. За рахунок тех, кто висловил свои желания, добровольцы, и другие люди, патриоти. Є районы, где 87%, 93%. Но в целом, там, где есть президентский вертикаль влады, указ президента про мобилизацию виконан. Дуже ответственно поставили в некоторых местах. Например, та же Лозова, про которую сказал Валерий Иванович. Место Первомагайский. Но в целом, там, где так называемые органы местного самовредования, мобилизационные заходы были слабкими, планы не выполнены, работа не разгорнута. И в наследок этого, 23% – это место Харьков, очень мало других мест, в том числе и местах областного подпорядкования. Вот такая ситуация. А висновки, я думаю, каждый может сделать самостоятельно. И все же таки, это саботаж чиновников, или все же таки, это наследие людей? Я хочу вам сказать, что это комплексная причина. И, в первую очередь, это причина, связанная с тем, что общество, на превеликий жаль на Харьковщину, не відчувает, что идет война. Вот так называемая гибридная война, она десь далеко, а не в сердце каждого из нас. И, в том числе, в городе Харькове. Дивите на улицу, солнце сяло, девочка спевает, авто ездят, рестораны в вечерний час и ночью гудят, шикарные Мерседеси и Лексусы въезжают. Никто не чувствует личной ответственности и не чувствует, что идет война. Есть агрессия. Есть агрессия великой страны, против нашего народа, против нашего общества, против нашей независимости. В деяких районах области, в деяких прошарках общества панует вирус трусости, самый настоящий. Я ответственно это заявляю. Трусости. Из мужчин, семьи, мамы делают кисель, а не мужчину, который в будущем и поступок мужской не сможет совершить. И вы, милые дамы, должны это тоже понимать, что мужчина не тот, кто брюки носит, а тот, кто ведет себя по-мужски. И мы должны это понять. Я сгоден с вами, журналісти прави. Недосконала система, которую мы сейчас на Харківщине будем сменять. Мы встречались с Валерой Ивановичем, с всеми военно-комиссарами, в субботу, в неделю. Обговорили наши планы, обговорили возможность сменить еще радянскую систему планы мобилизации и выполнение мобилизационных заходов. Я думаю, что нам подчас шостої хвилі вдастся это сделать. Субботу, я очень прошу, но скажите, пожалуйста, яка частина, яка доля, все-таки, саботажа, ну, вы знаете, саботаж, это же все-таки, да, саботаж, это же все-таки, таке, юридическое определение. Правовый термин, так? Ну, мы ж тут зібралися, як люди, які відповідають за мобилизацію и призов на військовую службу. А є люди і чиновники, в тому числі правники, які повинні давати правовий висновок з цього. Я знаю, що є притягнення до відповідальності за дезертирство, за ухилення від отримання повісток, я знаю, що зараз відкрита кримінальне производство по факту ненадійної, не професіональної роботи деяких чиновників. Все це є. Тому, я думаю, що ми після закінчення шостої хвилі зможемо поспілкуватися і донести до суспільства, через вас, звичайно, донести ситуацію, яка пов'язана з мобілізацією. Щоб попередити деякі питання, я вам хочу сказати, що зараз є розуміння того, що і так би мовити, священих корів немає. Ось сьогодні мені доповіли, що судді почали отримувати повістки, прокурори, чиновники. Готується, доповів військовий комісар, вручення повісток працівникам обласної державної адміністрації, іншим чиновникам. Я думаю, що це правильно. Це правильно. Всі повинні йти і боронити нашу державу. До речі, наскільки мені відомо, з числа журналістів жодного не призвано на військову службу. Ні у якості добровольця, ні у якості призову чи мобілізації. Так що ж, не йдуть? От мені дуже цікаво це. Я цього не знав. Ну, хотів би поспілкуватися з цими людьми. Те саме у нас. Що у нас? В обласної адміністрації вже нескільки офіцерів призвано структурно. А згозу від обласної адміністрації вже отримали? Та вже каже, що призваний вже. Ну, вже порядка десяти повісток вручені. Це було ще тиждень-дві тому тому. А чиновник якого рівня? Що значить рівня? Я не розумію. Що це рівень такий? Чиновник, він і є чиновник. Кого ви хочете призвати? Ну, депутатський. Я вам що хочу сказати. Є у нас, є система бронування. Военна обязанность за должностями. Вот, є перечні спеціальні, де написано, по якій должності, з якого возраста і в якому воєнському звані. Але ми не ведемо бронування. Зачем нам об цьому говорити? В період мобилизации бронування не ведеться. Хто забронуван, тот забронуван, хто нет. Ми підійсним цей момент, Дмитрия Осянкина, аналитика, вигляді. Поротко, чітко... Поротко, два коротких вопроса. Сергей Михайлович, вопрос к вам. В конце прошлой недели проскользнуло несколько сообщений, що вручають повістки в момент получення диплома в технікумах высших учебних заведеньях. Так це і не? Так це і не? Так, це і не так. Вручення повістки не є призів. Вручення повістки не є мобилизация. Вручення повістки – це приглашення, вызов конкретного чоловіка в орган воєнні власні, для того, щоб можна було офіціально підтвердити, либо змінити, либо опровергнути те сведения, які є на кожного підлежащого призіву і мобилизации. Тому, вручення повістки перед екзаменами, после екзамена, перед вручением диплома или после вручения диплома. Не розпишешся, не дадим диплом, не допустимо диплома. Ну, це ж екзальтированная мама такое розказує, да? Пусть мама придет ко мене, к Валерію Івановичу. Ми поговоримо на цю тему, проясним цю ситуацію. Якщо сотрудник военкомата позволив себе выраження, которое не основано на законі і указі президента, приведем його в чувства. Якщо маму можна привести в чувства, попробуємо і маму привести в чувства. Мою маму не нужно було приводити в чувства. Я 15 ноября получил повістку, а 23 ноября я був вже в части. Ну, давайте ж так. А все остальные трусы. Я повторюю це ще раз. Трусы і бездельники. А як це в той же пресі сообщає, що ректори некоторых высших учебних заведень готові даже 1 июля подписати приказ за числений. На якому основані? Те, хто закінчил технікум. Річ ідет о індустриально-педагогічному технікумі. Да? Да? Ну, ми пошлем туда сейчас специалиста, мобилизационщика, мобиста, который разберется во всем этом. В ці вузи попросим ректоров. На якому основані, якщо зачислення буде 1 сентября, підписати 1 июля? А нет ли тут коррупції вообще, чисто говоря, друзі мої, журналісті, з тим, щоб увести від призіва і мобилизи, можна ж і так вопрос поставити. Тому нам би хотілося, щоб все, безусловно, соблюдали закон, ісследовали духу і букву закона. Як ми це робимо? Ніхто ніколи не пожаловався на незаконну мобилизацию і призів, який відсюляє Харківський областной воєнний комісарі. Мобилизациєю і призівом займається генеральний штаб, займаються облвоєнком і подчиненні йому органами воєнного власні. А Валерий Іванович оказыває помощь всякую, всяческую координацію. Ми допомагаємо, в тому числе координирує цю роботу. Ще один маленький вопрос, можна я подоверить? Хочу вас судьба выпуска университета внутренних дел, которые так замечательно на лексусах и майбах в пятницу отмечали свой выпуск. Вот тех молодых лейтенантів. Ну, я не виделись. Будет кто-нибудь из них служить на передовой? Ну, видите ли, на передовую посылают людей обученных, а не выпускников. Я вам прямо говорю. А университета внутренних дел стрелять не научились? Не-не-не. Боевого слаживания нет во взводах. Каких взводах? Милицейских? Да. Ну, мы по-разному с вами... Милицейская антитеррористическая операция. У нас идет война. Давайте поставим на этом точку и не будем дискутировать. Все лейтенанты, я не видел, на лексусах или майбахах, то, что на майбахах там никого не было, я голову свою готов положить, не надо утрировать, да? Значит, что касается того, как они разъезжались, и куда они отправятся? Они отправятся в действующие подразделения органов Министерства внутренних дел. И если Министерство внутренних дел сочет необходимым часть из них направить на переподготовку для того, чтобы они были... Милиция не ведет боевых действий. Вы же это понимать должны знать. Воюет армия. Воюет армия. И воюет частично национальная гвардия во втором эшелоне. Милиция не воюет. Выполняет специфические функции, определенные законом Украины о милиции. Поэтому при всем глубоком уважении к вам я хотел бы сказать, давайте мы вопросы ставить, так сказать, в плоскости действующего законодательства, чтобы понимать, куда они поедут. Мне кажется, излишние эмоции в этом плане. Мне тоже не нравится, что ездят на дорогущих машинах. Вы опоздали, наверное, я сказал, что и судьи, и прокуроры, все будут получать сейчас повестки. И областная администрация вот уже двоих или троих отправили в действующую армию. В армию. Но никто не пойдет, как вы говорите, на передовую. Тем более сотрудники милиции. Они выполняют другие функции. И для того, чтобы быть на передовой, для этого нужно пройти серьезнейшую подготовку. Не однодневную. На убой никто людей посылать не собирается. Это с той стороны выкидывают людей, которые выпьют полстакана водки и в полный рост в атаку идут. У нас такого не будет. Да. У нас есть еще вопрос. Сейчас. Я хотел бы еще немножко заострить. Вы же учтите, что там выпустили офицеров. Взвода из офицеров не составляет. Это командиры, это люди, которые будут руководить все-таки. Представьтесь, пожалуйста. Анастасия Крикова, портал «Строй обзор». Сергей Михайлович, вы упомянули, что у вас была встреча, вы обсуждали изменения в систему, которые вы собираетесь внести. А какие изменения в принципе компетентны вы внести на местах и какие именно вы собираетесь внести? Ну, это же изменения не в закон, как вы понимаете. Это же изменения в организационное начало. Например, военкомы пожаловались на то, что очень много людей уходят с медицинских комиссий на дополнительное обследование, так называемое дополнительное обследование, которое заключается в том, что нужно получить справку из психоневрологического или наркологического диспансера. Но я вообще считаю это глупостью. Если государство проводит призывы в мобилизацию, то человек не должен бегать для собирать сам на себя справки и документы. А в централизованном порядке это можно получить. Мы отрегулировали этот вопрос. А кроме этого, мы распорядились, чтобы в комиссии медицинские были введены наркологи и психоневрологи, что существенно сократит беготню людей из медицинских комиссий по диспансерам города Харькова и области. Например, такой вопрос. Или мы решили, что в областной призывной комиссии, которая заседала и носила, так сказать, характер чуть ли не второй инстанции какой-то, чтобы централизовать прохождение медицинской комиссии, а для этого мы придаем им специальное рентгенологическое оборудование, чтобы не бегали тоже по всему городу, а прямо там проходили. И забор материалов для проведения исследований лабораторного характера. То есть мы упрощаем эту процедуру, оставляя ее полной с точки зрения медицинского критерия, такой, как она должна быть, но саму организационную составляющую мы несколько упрощаем, подвигаем ближе к каждой призывной комиссии для того, чтобы ребята не бегали по городу в поисках справок и так далее. Вот, в частности, такие вопросы. Еще вопрос или на львов? Нет, не устраивает. Меня устраивает. Есть еще какие-то подробности? Да, есть много деталей и подробностей, поскольку организационную составляющую серьезно будем менять. И военкоматы не должны, на мой взгляд, требовать, чтобы руководители предприятий вручали повестки. Мы столкнулись и с таким. Но в то же время это общая наша с вами ответственность. А знаете ли вы, что примерно более половины предприятий промышленных в городе Харькове ликвидировали в своих отделах кадров военно-учетные столы? А как? Да вот за это время, начиная с 2010 года, за 4 года. Ликвидировали военно-учетные столы? А в том числе? Ну, взяли и ликвидировали. Ну, взяли и ликвидировали. На основании чего? На основании так хочу. Сказал директором завода. И все. Упразднили и все. Да, чтобы не платить зарплату специалисту военно-учетной регистрационной дисциплины. Сократили и все. А списки военно-обязанных найдете вы сейчас на некоторых предприятиях? Не найдете. А мы сейчас ищем людей, которые приехали в Харьков, поступили на работу, на военный учет не стали. А почему? Потому что на предприятии нет военно-учетного, стало раз, а сам добровольно военкомат стать на учет не пошел. Поэтому, знаете, можно бесконечно предъявлять требования к военкомам, к чиновникам, ко всем. Но, когда речь идет о защите государства и государственности, движение должно быть совместно и в направлении, которое защитит наш край и нашу страну. По порядку, да? Ну, конечно, незаконно не допускать государственным экзаменам, это незаконно. И второй вопрос у меня касается ситуации с охранными агентствами. Господин Голмушкин где-то с месяца назад на бесконференции говорил о том, что очень неприятная ситуация намечается с охранными агентствами, которые фактически делают все для того, чтобы их сотрудники избежали мобилизации. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то новости по этой теме? Есть очень интересные новости вплоть до того, значит, хочу вам сказать, не знаю, говорил вам Колгушкин или нет, но в Харьковской области зарегистрировано более 230 охранных агенций и структур. Работающих из них примерно 130. То есть половина, будем так говорить, да? Вот из этой половины еще половина закрылись. закрылись и перестали выполнять свою уставную деятельность. В связи с этим управление, главное управление внутренних дел Украины в Харьковской области совместно с нашим департаментом готовят письмо министру внутренних дел, устный проговор уже состоялся, чтобы эти не выполняющие свои функции, по сути, не ведущие коммерческую деятельность, структуры были лицензии отозваны, они были ликвидированы. Это первый этап, да? То есть получится не пытаться на нелегальный перейти рынок, да? Ну, на нелегальный рынок не получится такую деятельность перевести, потому что никто же с нелегалом не заключит договор. Должна же быть печать, должны быть условия и так далее. Это первый этап. Второй этап. Что касается иных охранных структур, то хотел бы подчеркнуть, что с директорами предприятий этих будет проведено соответствующее собеседование, и если мы увидим, что эти люди попытались и в дальнейшем препятствовать осуществлению мобилизационных планов, их фирмы тоже будут ликвидированы в соответствии с установленным законным порядком. Министерство внутренних дел просто отзовет лицензии, пусть они судятся с министерством. Министерство готово к череде судебных процессов. Причем, насколько я понял, наша инициатива Харьковская была с пониманием встречена, причем и распространена в масштабах вообще всей страны. Кто не хочет выполнять охрану государства, он не может выполнять охрану частного какого-то предприятия или гражданина. Такому человеку доверять или... Нет, пока производства не возбуждены. Мы понимаем, что это крайняя мера. Не исключено, что многие из них идут к этой крайней мере. С прокурором области также мы переговорили на эту тему и было координационное совещание, в котором такой же вопрос, какой вас интересует, был в повестке дня. Поэтому, если люди доведут ситуацию до открытия уголовного производства, оно будет открыто. Тут сомнений никаких нет. У меня небольшое уточнение в продолжении темы о предприятиях и мобилизационном резерве. То есть, это получается, на каждую волну мобилизации необходимо такое письмо от предприятия, на тех сотрудников, которые необходимы в производстве. Правильно я понимаю? Вы говорите о бронировании? Да нет, бронирование невозможно. Бронирование можно осуществить, прошу прощения, до начала мобилизации. А в процессе мобилизации никакого бронирования быть не может. Это незаконно. Когда эти письма должны были быть направлены? В 2014 году. Сейчас никакое предприятие... Бронирование не может осуществить. Никак. Если это совершается, это грубейшее нарушение закона и уголовная ответственность за это. Сергей Михайлович, скажите, можно после мая или в апреле был этот круглый стоп с директорами предприятий, которые сбунтовались, говорили, что надо менять ситуацию. Там что-то изменилось? Я вам расскажу. Вы же меня уже много лет знаете. И Дмитрий меня много лет знает. Вот директора предприятий под эгидой Союза промышленников и предпринимателей. Я после этого даже с ними встречался у себя в офисе. Мы с ними говорили. Лозунг такой. Мы не дадим разрушить промышленность Харькова. Разрешите привести тогда цифры. Она будет вообще очень интересна. Цифра эта. Крупные промышленные предприятия можете назвать на свой выбор любое. Называйте. Ноль призванных в армию. Следующее. Ноль призванных в армию. Это тоже мне предприятие. Кондитер. Кондитер 4. 4. Причем я вам хочу сказать из этих четверых один был уже демобилизован и тут же заключил контракт и ушел обратно на фронт. Добровольцам. Бисквитно. А Петерна залезница? Петерна залезница 46 человек. Ну вы же называете мы разрушаем промышленность. Давайте. ЭТМ ноль. Электротяжмаш ноль. Малышева ноль. Кого вы там еще называли? Один процент какой-то. Турбоатом ноль и так далее. Они говорят, что у них есть мобилизованные сотрудники, они им помогают? Да, Мобилизованные на что? Куда мобилизованные? Куда и всех мобилизованные? Туда же. Дорогая Елена, есть же порядок. Можно мобилизоваться и быть подвернутым мобилизации, но не доставленным в часть. в зону АТО? Назовите директора предприятия этого. Я проверю поперсонально, я проверю, кто находится в зоне АТО с этого. Что? Ну, при чем здесь? Мы говорим об электротяжмаш Турбоатом ноль. На сегодняшний день, может быть, я оперирую цифрами пятой волны. Ну, зачем мы говорим? У меня есть официальный документ, у господина Субботина есть официальный документ. Да, может быть, он вручил повестки, люди пошли на медкомиссию, он считает, что это проведена мобилизация? Нет. Я считаю, что проведена мобилизация тогда, когда наш областной военкомат получил из воинской части документы, о том, что этот человек прибыл в воинскую часть и принят там. Потому что у нас есть случаи, когда мы направляем в учебное подразделение Десну, направляем большую группу, а оттуда возвращают нам людей по различным предлогам, извините, не хотел бы сейчас о них говорить, чуть позже. Ага, на предприятии считают, что они отдали в мобилизацию. То есть, ну, меньше эмоций, меньше слов, и больше фактажа. Вот я думаю, что харьковской журналистике нужно было бы в этом хотя бы контексте больше опираться на фактаж, а не на слова. Говорить можно обо всем. Так мы берем слова одного, проверяем вашими словами. И не подтверждается дальше, что... Знаете, я вообще в восторге от современных информационных агентств. Я читаю две недели назад сообщение. 12 часов. Маркевич покидает Днепр. В 13 часов. Маркевич встречается с Коломойским. В 14 часов. Маркевич не договорился с Коломойским. В 15 часов. Маркевич не встретился с Коломойским. В 16. Маркевич опроверг вообще все ранее сообщаемое. Друзья мои, я, конечно, может быть, тоже немножечко утрирую, да? Но все это имело место. Мы почему к вам приходим с большим удовольствием? Во-первых, мы с вами знакомы много лет. Вы же подтвердить это можете, так или нет? Во-вторых, мы находимся в добрых творческих отношениях. Это тоже так. Мы хотим... Знаете, модное такое слово сейчас есть. Транспарентность. Прозрачность. Прозрачности в отношениях. Мы хотим быть понятыми. Наши побудительные мотивы весьма просты. Выполнение закона. И только. А то, что там экзальтированные мамы, ну, ко мне мама тоже в воинскую часть приезжала. То есть мы не сможем успокоить. Значит, те, кто подлежит мобилизации, будут мобилизованы. Те, кто хотят уклониться от мобилизации, те будут привлечены к ответственности. Дмитрий Валерий, я спросил о порушенном кременном оборудовании. Какие есть последние данные? Я вот в продолжение предыдущего разговора хотел бы добавить, что были случаи, когда обучали повестку, человек приходил, приносил справку о том, что он учится на дневном или он негоден по состоянию здоровья и что продолжал работать. четыре дня назад кричат повестки, повестки, плачем, мы под машиной ляжем, мы то, мы сел. Ну я повторюсь, это трусость и предательство. Но приходит человек, получивший повестку на мобилизацию, военкомат, приходит по повестке и говорит, с момента моего последнего общения с военным комиссаром, у меня произошли в семье серьезные изменения. Какие? У меня появился на свет третий ребенок. Говорит, дайте свидетельство о рождении, заверенное нотариусом. Пожалуйста, идите, вы не подлежите мобилизации. В личное дело свидетельство о рождении. Вот визит по повестке. В чем трагизм ситуации? Где вы видите злоупотребление, где вы видите желание любой ценой, как кто-то говорит, засунуть в армию? Да не нужны эти предатели и трусы в армии. Они же потом под бомбежкой либо застрелятся, либо, не дайте господи, дезертируют. Сергей Михайлович, вопрос Симон Викторий Вашкевич. Все-таки данные по уклонистам есть ли какие-то времена? Данные есть. Данные есть. Кто уклоняется, есть. Кто отказывается получить повестки, есть. Привет, передайте электротяжмашу. Там наибольшее количество людей, уклонившихся от получения повесток. Кстати, пожаловались на то, что мы там активную работу развернули на электротяжмашах. Выступают нам из числа руководства и говорят, как вы смеете, призвали крановщика нашего в армии, у нас производство остановится, а мы потом выясняем, у них 122 крановщика. О чем говорим? О чем мы говорим? Значит, мы не дадим вам сведения о количестве уклоняющихся, сведения о возбужденных уголовных делах, это не наш, так сказать, Какие планы на шестую? Есть планы у нас на шестую, будем, цифры порядка трех тысяч человек. А вместе с долгами там сходят? Ну, порядка трех тысяч человек. А пятая была тоже трех тысяч? Нет, миджиншина. Две я сейчас отбал. Совершенно верно, вы же без меня все знаете, кто интересуется. А можно такой вопрос, скажите, пожалуйста, сколько мужчин из часа переселенцев зарегистрировались в военкоматах и... Мы не ведем такой учет, он не предусмотрен государственной формой отчетности, мы же по закону не имеем права требовать от предприятий, учреждений, организаций сведения, которые не составляют статистическую отчетность, утвержденную кабинетом министров. Поэтому мы не знаем таких сведений. Не, ну, может быть, военкоматы там интересуются в единичных случаях, но общую сводную статистику мы не знаем, извините. Человек приходит регистрироваться, регистрироваться в военкомате, и военкомат про них все знает. но статистически не накапливает этих сведений. Хорошо, Сергей Михайлович, можно задать вопрос о том, чем вы начали, что в Харькове совершенно не чувствуется война. Как вы считаете, каким образом можно дальше, нужно дальше вести линии, чтобы все-таки это, ну, начали воспринимать, да? А как мы без вас сможем это сделать? без честной наступательной патриотичной журналистики. Как мы сможем это сделать? Никак. В обществе кто формирует мнение? Телевизор, газета, сайт, фейсбук. Ну что, разве я не прав? Без вас никак. Никто без средств насовой информации не сформирует общественное мнение. Не получится. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой, если вы представляете патриотические издания, пожалуйста, формируйте такое мнение. Контролируйте с точки зрения общественности деятельность чиновников. Исправляйте наши огрехи и недостатки. Критикуйте, если мы что-то делаем неправильно. Пожалуйста. Мы будем делать правильно. Ну, Валерий Иванович, как? Вы будете делать правильно? Если где-то... Можно подозревать, что вы будете готовы с нами встречаться чаще, чтобы вы работали? Ну, вообще-то не Валерий Иванович, не я, вы же меня знаете. Звонят телефоном, обращаются через Фейсбук, обращаются через Емайл, на многих сайтах приходят поздними вечерами. Я ухожу поздно, Валерий Иванович еще позже. Мы готовы встречаться, готовы разъяснять, готовы помогать, готовы делиться информацией в тех пределах, какие нам разрешает закон делиться. Я думаю, сегодня никто не может сказать, что был отказан во встрече, там, на лет беседе. Еще два вопроса, я буду завершать нашу пресс-конференцию. Да. А в каком состоянии сейчас стена наша знаменития? Какая стена? Ну, вы оперируете сведениями полуготичной давности. Ну, дорогие друзья мои, стена это условное название. Стена это условное название проекта по защите, обороне и охране государственной границы. Мы должны с вами понимать, что охрана госграницы и оборона государственной границы это разные действия, понятия и совершенно разные подходы. Так вот, для охраны государственной границы действительно, в том числе в Харьковской области будут произведены специальные работы, которые позволят, используя современные достижения науки и техники, предотвратить незаконное перемещение людей, товаров и грузов через государственную границу и надлежащим образом ее охранять. Это специальные электронные модули слежения, обобщения информации, передачи ее в командный пункт и так далее. Поэтому вся эта работа движется. Если имеется в виду, кто-то думает, что стена это возведение Великой Китайской Стены, то это не так. Такой стены не будет. Не будет. Там же определенным образом должна быть обустроена граница. Когда приезжал премьер-министр показывали кусочек. По состоянию на море было оборудовано таким образом 4,5 или 5 километров. Сейчас сколько? Вы с вами тогда были? Да, я с вами тогда был и говорю сейчас, что сейчас кабинет министров выделил соответствующее финансирование для того, чтобы продолжить эти работы. Они планировались продолжить, начать продолжение эти работы должны были с 10 июня. Но по состоянию на 22 июня пока я не вижу, чтобы они возобновились. Может быть, есть какое-то политическое решение проблемы, может быть, есть какое-то техническое решение этой проблемы, может быть, есть какое-то изменение планов. Я же не знаю, это только для большевиков план был закон. А для нас, может быть, нужно и можно что-то изменить в этом смысле. может быть, произошли какие-то изменения. Поэтому я не вижу никакой трагедии. Пока не возобновились? Нет, я подтверждаю, что пока не возобновились. Есть ли решение по взведению злодного опорного пункта со стороны Изюмского или, короче говоря, Луганской, Донецкой области просто говорили, что после совершения этого будет решение следующее? Да. Мы направили специалистов в области военной инженерии, фортификационных сооружений, пришли к выводу о возможности возведения такого фортификационного сооружения не вдалеке от Изюма. Подобрано место соответствующее. Ведется диалог с генеральным штабом, поскольку это же не самовольное какое-то действие, где захотели там избушку и поставили. Поэтому ведется соответствующий диалог и как вторая линия обороны Харьковщины и при получении согласия генерального штаба мы готовы возвести там за свой счет, то есть за счет областного бюджета, мы готовы возвести там очень серьезное комплексное фортификационное сооружение. Действительно. Кроме этого мы подбираем еще одно место в районе окружной дороги, скажем так. Сергей Михайлович, а цена вопроса с избушкой? Ну, вы знаете, вот фортификационное сооружение под условным названием Форт Солнечный, которое под руководством губернатора мы построили и ввели в эксплуатацию с 25 апреля. оно же обошлось государственному бюджету в ноль расходов, областному бюджету в ноль расходов, потому что оно было построено за счет средств, даже не столько средств, сколько комплектующих деталей предприятий, которые выразили готовность поделиться ими. Южная железная дорога и управление автомобильных дорог. Они поделятся снова в дальнейшем? Нет, в дальнейшем мы не намерены их больше привлекать. Есть коровка, давайте ее доить без конца, так же не будет. Значит, есть в бюджете областном средства на это. И я уверен, что общественность спросит, как они расходованы и почему. Примерная цена вопроса одного пункта это около 2 миллионов гривен. Но я хочу быть сразу понятым. Это будет тендер, это будет конкурс, это будут под контролем общественности согласованные процедуры и может быть это будет стоить 2 миллиона 200 тысяч, а может быть 1 миллион 800. Но примерно, чтобы понимать цену вопроса, это около 2 миллионов гривен. как только генеральный штаб согласится с нашей инициативой. Еще небольшой вопрос. Валерий Иванович, скажите, пожалуйста, в шестую волну мобилизации какие будут востребованы военные специальности? Ну смотрите, у нас почему в этом году три волны мобилизации? Потому что было три в прошлом году. Люди отслужили год, значит, их надо демобилизовать вместо них. Поэтому это те же самые ничего тут хитрого. И стрелки, и радисты, и связисты, и химики, и танкисты, водители, естественно, офицеров надо очень много. В первую очередь это специалисты ремонт, вождение, управление, вождение, ремонт и хранение гусеничной техники. То есть бронетранспортеры, танки и так далее. В первую очередь. Во вторую очередь это то, что мы раньше называли пехотой. Стрелки, снайперы и так далее. Третье это артиллерия. Четвертое это связь. Поэтому, когда я разговариваюсь с руководителем предприятия, а он кричит мне, как вы останавливаете все? Я говорю, вот смотри, повесток вручим 46. По существующей динамике 23 или 20 окажутся по медицинским показаниям негодными. Останется 23. Из этих 23 только 3 подпадают под эти 4 востребованных военно-учетных специальностей. Так о чем мы говорим? О каком разроме предприятия? Ну давайте же будем объективны не впадать в панику, там где нет оснований для паники. А там где есть, так тоже держится я в руках. Коллеги, если есть еще вопросы, есть возможность их задать? Ну конечно. Очень коротко, да, будем завершать. Ну постарайтесь. Да. Вопрос о жизнеобеспечении населения Григория сказали в длинное время. Что туда входит, что вы делаете сейчас в этом направлении? Просто недавно мы общались с тем идеями и еще тем еще раз сформулируйте вопрос. Сформулируйте пожалуйста вопрос. Что значит жизнеобеспечение в мирное время? Идите в магазин, купите масло и сахар. Непонятно. На особый период, что ли? Какие вопросы в вашей компетенции и на сколько они, так сказать, закрыты? обеспечение продовольствия продовольствиями продовольствиями товарами, городской электротранспорт, обеспечение энергоносителями газ, тепло, электричество, вода, промстоки, обеспечение пригородно-автомобильный транспорт. Закон Украины про мобилизационную подготовку и мобилизацию все определяет четко. Почта, телефон, телеграф, радио, телевидение. Но люди должны жить, даже если в условиях войны нет. Не, 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 речь идет о мирном времени. Вы не выходите за пределы вопросов. А в мирное время мы это все готовим. Спасибо большое, уважаемый. Вам спасибо большое за интересные вопросы. Я вижу, что нужно встречаться чаще, потому что есть определенное недопонимание, как оказалось, не только в обществе, но и в журналистской среде. Поэтому, пожалуйста, приходите, звоните. Мы открыты, готовы к сотрудничеству. Пожалуйста, но только, знаете, не надо. Почему оно красное, а потому что зеленое. Вам спасибо большое. спасибо. Спасибо.